Здравствуйте! Приветствую вас на YouTube-канале Процветок. Сегодня с вами работает ученый-агроном Ломонос Петр. Тема сегодняшнего нашего занятия – это подкормка чеснока. Мы разберемся с подкормкой азимы от чеснока. Наверное, вы уже эту работу сделали, но есть некоторые ошибки, которые допускают наши огородники. В каком смысле? Вы еще знаете, что чеснок азимы и яровой, ну азимы в частности, очень любят азот. Поэтому азотная подкормка – это залог хорошего урожая и больших луковиц. Но, кроме того, вы же знаете, что чесноки повреждаются различными болезнями и вредителями. А вот как совместить, чтобы подкормить чеснок и защитить наши растения от болезней и вредителей? Сейчас мы с вами это и будем делать. Видите, наш чеснок перезимил хорошо, хорошие листва, все, желтые листья. Желтые листья в этом году – это не свидетельство ни болезней, ни вредителей, а это свидетельство нашей погоды. Такая погода с температурными качелями, как говорят метеорологи, когда солнце сменялось дождем, холодными температурами, привело к тому, что у нас у чеснока пожелтели нижние листья. Пугаться этого не надо, это явление как бы природное. Но поможет нашему чесноку окрепнуть, принести лучшие эти невзгоды мы сейчас будем. Смотрите, чеснок что? Чеснок может поврождать луковицу серой огнили. Вы видели, луковицы становятся серыми, зубки разваливаются и загнившие такие. Чеснок повреждает луковая муха. Что делает луковая муха? Прогрызает дырочки, и наши зубки чеснока плохо хранятся. Так вот сейчас мы с помощью таких неслужных препаратов, которые вы можете купить в любом хозяйственном магазине, мы сделаем и подкормку растения, и заодно зашиту от луковой мухи и от серых гнилей. И это будут все, конечно, можно использовать химические препараты, я назвал во второй части своего рассказа, но сейчас мы попробуем самые простые препараты, которые безвредны для здоровья, которые дадут хороший результат. Что нам необходимо? Самый обыкновенный мел. Берем строительный мел, он есть в любом строительном магазине. У нас вот ведро, в ведре 10 литров. 10-литровое ведро. Вот это ведро мы будем всыпать. Берем такая старинная мерка, такой стакан граненный, на 250 грамм, а если брать до ободка, 200 грамм. На ведро будем высыпать 200 грамм мела. Вот наши 200 грамм мела мы высыпаем в нашу воду. Размешиваем. Сейчас нам потребуется другой компонент, который называется нашатырный спирт. Нашатырный спирт – это водный раствор аммиака. Раз аммиак, значит, это азот. Это вот мы, мел, нас защитит, наше растение насытит почву кальцием, создаст шелочную реакцию среды. Поэтому наши болезни не будут нападать на наши луковицы с зубками. А нашатырный спирт, кроме подкормки, что это азотное удобрение, там 21% азота, он своим запахом отпугнет луковую муху. И она не будет откладывать яйца на наши растения. На нашатырный спирт надо 40 миллилитров. 40 миллилитров, значит, у меня есть мерка специальная. Вот такая мерочка, по которой я отмерю 40 миллилитров. Здесь есть деление. Вот смотрю и отливаю 40 миллилитров. Эти 40 миллилитров мы добавляем на 10 литров воды. Что делать тем, у кого нет такой мерки специальной? Ну, кто-то, конечно, берет шприц. Ну, знаете, зачем брать шприц? Опять же, воспользоваться старым приспособлением, которое было у наших бабушек и дедушек, обычно 100 граммовка. Вот. И мы можем здесь, соответственно, сами нанести деление маркером. 20, 40, 60 миллиграмм. И использовать таким вот предметом для определения количества нужной нам жидкости. Ну, если даже на глазок чуть-чуть превысите, но 45 это тоже не страшно. Все это размешиваем. Повтораю. Эту подкормку необходимо сделать сейчас, когда зацветают деревья вишни. Потому что цветение вишни всегда совпадает с началом лёта луковой и капустной мухи. Развели. Ну, а дальше просто берем кружечку. Опять именно кружечку. Почему не лейку? Потому что нам необходимо, чтобы этот наш раствор попал непосредственно в саму луковицу. Поэтому будем лить не между родами, а по каждому роду. То есть поливать каждое растение. Ну, некоторые зададут, конечно, вопрос, а сколько литров на дно растения? Вот смотрите, олью, чтобы вода, чтобы сильно не растекала со стороны, впитывалась. Поэтому сказать, что там надо 100 грамм или 50 миллиграмм, это сказать очень трудно. Это зависит от состава почвы, который на вашем участке. Поэтому, соответственно, сказать, что этого ведра мне хватит на 5 метров или на 10 метров, тоже очень-очень трудно. Все это делается примерно на глазок. Ну, вот такая подкормочку сделает. Такую подкормочку запомнили. 200-граммовый стакан мела, 40 миллилитров нашатырного спирта. Эта подкормка защитит наш шеснок и от болезней, и от вредителей. Но когда мы полили этим раствором, значит, после этого надо было обязательно взять чистую воду и полить чистой водой. Для чего это делается? Во-первых, это исключить возможность появления ожога на нашем чесноке, это раз. А во-вторых, это как бы наш раствор продвинет дальше вглубь почвы, то есть непосредственно к корням. Потому что, когда мы поливали, у нас этот раствор шел по поверхности почвы. А шел по поверхности почвы, значит, такой эффекта, этого самого раствора, что полностью нет. А чтобы достигнуть 100% эффекта, поливаем водой, вода наша растворяет, дальше проникает в почву, и наши растения станут чувствовать себя гораздо-гораздо лучше. Уже через недельку вы свой чеснок не узнаете. Он будет весь темно-зеленый, красивый, и знайте, что потом вы будете копать очень хорошие, хорошие луковицы чеснока. Здоровые, крупные и здоровые. Ну, значит, еще необходимо, после первой подкормки чеснока, вот мы сделали такую мел и нашатырный спирт, чесноку надо обязательно дать вторую подкормку. Вторая подкормка сделается через 7-10 дней после нашей вот этой подкормки с нашатырным спиртом. На второй подкормке мы возьмем на ведро воды 60, тоже монотолистрограммочкой, примерно 60 грамм сложного удобрения, где есть азот, фосфор, калий. Растворяем в воде и также поливаем наш чеснок. И после, опять же, проливаем наш чеснок чистой водой. Пролили чистой водой, вот, и еще самая главная работа, которую не надо забывать, уже сегодня, где-то через час, как мы сделали и подкормили наш чеснок, обязательно берем тяпочку, прорыхли между радио. Во-первых, мы уберем почвенную корку, дадим доступ воздуха к корням, наши растения станут себя чувствовать гораздо-гараздо лучше. Многие забывают, что чеснок любит азот и чеснок любит частое рыхление почвы. Чем больше воздуха, тем больше урожай луковиц. Эти советы вроде и простые. Первая подкормка запоминаем мелно-шатырный спирт, вторая подкормка сложные минеральные удобрения. Это достаточно. По яровому чесноку тут будет технология немного другая. Значит, он только начал сходить, еще луковая муха ему не страшна, поэтому сделаем первую подкормку азотными удобрениями. С азотных удобрений лучше всего взять сульфат аммония. Содержание азота небольшое, растения слабенькие, поэтому мы их не обожжем. Сульфат аммония берем 50-60 грамм на 10 литров воды или 2 столовые ложки. 2 столовые ложки сверху. Высыпаем в ведро, размешиваем и точно так же по радошках не осливки, а по радошках поливаем. Поэтому мы зашитим листики не будет ожогов, а дадим питание туда непосредственно к корням, туда, где оно надо. Если будете следовать нашим советам, вы получите хороший урожай этой культуры, разведете его в нужном количестве и обеспечите всех своим экологически чистым урожаем. Я как сказал, что в самой первой части 20 компонентов может не быть. Вы можете использовать конечно химию. Эта химия уже конечно нежелательна, но тем не менее подскажу. Значит с химических если мы примем только химию для защиты от болезней и вредителей, значит нам необходимо взять препараты на основе меди. Это азофоз, оксихом, вот хом это самое, даже ордан. Мы их раствораем по инструкции на 10 литров воды. Туда добавляем в эту воду добавляем значит каратэ можем добавить, можем добавить кинмикс. В общем почти большинство препаратов, которые действуют на колорадского жука. Делаем такую смесь и поливаем родочки. Но такую обработку мы делаем только в том случае, если наши растения уже явно повреждены. Если есть уже серый гниль явно на градках, а так рискованно. Они конечно до урожая уйдут, но зачем нам травить себя, свою семью, своих близких химией, лучше воспользоваться первой частью нашего рассказа. Воспользуйтесь, удачи вам, успехов, до свидания, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова